Здорово, братцы! Не под силу пидарам, пидарам Прилопчиться к топорам, к топорам Потому у дровосеков Не бывают комосеков Потому у дровосеков Не бывают комосеков Пусть они порою грубы Но зато не красят губы Украшай ты всерьез, не всерьез Борода и красный нос, красный нос Украшай ты всерьез, не всерьез Борода и красный нос Тут ни кляпи, ни бомжи, ни бомжи Тут суровые мужи, ох мужи Хороши у них пилищи В дом несут большие тыщи На работе все надежные Быстро с воздухом стоешь На подъем, ребята, легкие Сильно любят их бобёки На подъем, ребята, легкие Сильно любят их бобёки Труд тяжелый уважают Бензопилы снаряжают Чтобы дерево валилось Чтобы Родина гордилась Чтобы дерево валилось Чтобы Родина гордилась А ну-ка, сходи. Вау. Чтоб хватало людям леса для любого интереса. Чтоб хватало людям леса для любого интереса. Спуск такой, километров с пять уже, наверное. И такой крутой. Кстати, вот можно было на площадочку заехать. К реке какой-то спускаемся. Бумажки какая-то река нарисована прямо к ней. Ну, соответственно, видно, с той стороны будет такой же самый подъем. Ретарда сейчас разорвется. За 2000 оборотов закладывает. Почти слезли. Палили колодки. Сейчас, наверное, будем палить солярку. И тут такой рапс. Крутой поворот. Уже там на одном вид зол. Видно, что кто-то вот как шел. И все. Перед поворотом видно тормозить. И машину понесло. И по прямой так и уехал. В кукурузу. Река Элим. Вот куда мы так усиленно сползали. А! Красотень! Река Элим. Это тут уже хребтовая, наверное, недалеко. Нам отсюда 155 осталось. Вот летом сюда надо. Век воли не видать. Машинку где-нибудь тут кинул. За спиннинг, который у нас уже есть. И пойдем. Покидаем. 7% на 2 километра. Погнали. Солярку жечь. Я понимаю. Тяжко, тяжко. Что делать? Кому сейчас легко? Надо? Связи нет вообще. Красота. Обожаю тут ездить в таких местах. Вот уже кто-то по прямой уехал. Связи нет. Не то, что интернет. Вообще нет. Мегаонь тут отказывается работать. Тишина. Едешься. Природой любуешься. Лепота. Нет. Брым-брым-брым-брым. Сейчас. Только вот дайте хотя бы до 2G добраться. Возьм-брым-брым. Все. Возьм-брым. Все. Пойдешь? Я бы не советовал. Не видно нифига. Встанем. Мы едем уже в 3.15. Как бы вот все нормально. Идем с зазором. Встанем отблю, зальем заодно. И может зубца похлебаем. Воздухом подышим. Таежным. Свежим. Я понимаю, что вы скорость потеряли. Но что я сделаю? Коль быстрее она не идет. Тяжело? Плюс еще повороты. Ну вот тут она такая вся пошла. Вот там-то более хребты, но более равнинная была. Вот от Братска, когда выезжаешь. А здесь уже мало того, что с хребта на хребет. Подъем-спуск. Еще и лево-право. И плюс еще и дорога кончилась. Е-мое. Опять закончилось. Да что ж ты будешь делать? Ну ладно. Где-нибудь-то начнется ж. Мы с хребтовой. Какой воздух. Дымок от печек. Вот у нас такой дом в Сибири был. Также на две части разделенный. С одной стороны мы жили, с другой стороны другая семья жила. Только еще этот был. Навес. Так он там. Си-си-си-си-си-си-си-синий. Решил дальше не ехать. Площадку какую-то искать. Тут нормально. Асфальтик. Движения никакого. На въезде в хребтовую. Буквально. Так. Ну там уже фонарики, лампочки. Там мы уже все помоем в этом. Я вот не могу понять, что вот это такое. Такое ощущение, что тут кто-то что-то драл. Видите, какие-то узоры. Главное, что эти узоры только с этой стороны. С правой стороны таких узоров нет. Есть ни одного. Глядь, разболталась. Движение небольшое. Блокс, не тут пару дровосиков мимо проедет. Пойдем. Отблю. Ломик наш сейчас спрячем. Полетник, чтобы он в кабине не валялся. Посмотрим, если сегодня быстро выгрузимся. Значит, пойдем в полетники, в ящиках. Если светло будет, порядок наводить. Или завтра. Если будет время. Потому что там такой бардак, что просто ужас. Хорошо. Главное, тихо. Тишина такая. Когда все разъехались. Собаки только где-то гавкают. Красота. Чумазая, чумазая. Ну, помоем уже перед загоном сервис. Перед заездом. Все. За три часа заедем. Я думаю, даже может быть и раньше. Надеюсь на это. На обратном пути, если получится, подписчикам Сергеем отсюда с Хребтовой встретимся. Экскурсионам проведет. Ну, я так понимаю, городок-то тут небольшой. Я должен посмотреть, есть что. Нажды были сейчас встретиться. Ну, что-то у него там не получилось. Может быть, на обратном пути. Может быть. Не факт. Поверните на право. Затем, через 10 метров, поверните на право. Давайте мы Дарью выключим. Она хочет, чтобы мы назад в Иркутск вернулись. И с другой стороны заехали. Что-то ей туда дальше очень не нравится. Любим же идти на мустинку в скорости. Ну, есть такое, да. Какая-то площадка. Нужно на горочке тут. Кафешка. Как вариант, да. Стоянка, наверное, я так понимаю. Если что, можно и ночевать, остаться. Ну, так. Как бы для себя на заметку. Вот и все. Вся хребтовая. Добро. Рулим далее. Газку в под горочку. Будочка хорошая. Вот пока было три участка. Таких подгулявших. 5-7 километров. Примерно там плюс-минус. Все остальное. Вот такой хороший асфальт. Новенький, гладенький. Катишься, катишься. Осталось немножко. Не, ребятки. Туристов я не увожу. Извините. Извините, простите. Не вожу с того момента. Не знаю, я тоже рассказывал, не рассказывал. Может быть, рассказывал. Еще давным-давно. Только права получил еще до Минскому автомобильному заводе. Возе работал. И отправили меня в Могилев. Ну, вот там, следствием работал по ремонту автомобильного машин. А потом это права отучился сам и перевелся. Там уже вазители в бортовой мазик у меня был. Сначала по Белоруссии, потом уже по России ездил. Ну, вот, а с того времени-то, ну, вот, а с того времени-то 21 год не было. Ну, 20... Господи. 23 года назад. Ну, и там отправили в Могилев. Уже не помню, зачем. Мы для завода привозили комплектующие. Еще этой новой дороги не было. В сторону Могилева, это 200 километров под Минском. Такая узкая была. Ну, и ехала, и я не помню. То ли в районе Березино там где-то, то ли что-то перед мостом. Ну, короче, где-то там. Устает женщина, голосует. Лето было. Жара. Ну, что не подвезти-то? Я не помню, докуда ей надо было. Ну, не до самого Могилева. Будут не доезжать. У нее белы не ищет там. Неважно. Тысячу лет назад было. Ну, все, наверное, в платье таком легком. Вопросов нет. Это тут кожаные сиденья. Там же обычные тряпочные. Там все вот мазят. Тем более, я там сколько там ездил, то ли еще. Этих всех понтов, наворотов на этом мазе, в этом маза не было. И Сиуля, как того, я не очень любил. Ну, все, я села, да, ля-ля-ля-ка, поля. Крочи, я ее даю, все, она вышла. Ну, я сразу как-то и не обратил внимания. Он на загрузку приехал там на завод. Я, извините, на сиденье, простите, пожалуйста, за подробности. А там уже взасохшее кровяное пятно. Ну, вы поняли. Там были эти критические дни. И, будем говорить прям текстом, дама протекла. Ё-моё, а у меня ничего нету. Тряпка, вода, а жара. Короче, был я мыл этой сиденье. Я мыл, 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 мыл. Трал, да, тряпка этой тер. А ничего нету такого. Ну, дальний рейс еще не ходил. То есть, не было там ни... Ну, в то время еще. Это был какой-то, ну, 2002-й, там, или первой. Вот, ну, штуку, первую, по-моему. Не было этих ни средств, да, ничего. Короче. Мыл я чем мог, это сиденье мыло. Мыл, мыл. До сих пор удался я за рог никого не возить. Ну, как-то раз коллегу-то подвозил еще. Ну, так вот именно на дороге, именно поднимать, подбирать чисто. Вот человек голосует, подобрать, подвезти, после этого не вожу. Уже так, по рации там, еще что-нибудь там, или где-то стоишь, подходит там коллега, подвези там коллегу, там, ну, что-нибудь такое. Тут подвозил, вопросов нет. Ну, знакомых там, еще кого-нибудь. Это без проблем. Коллега, а вот именно что, так вот едешь, кто-то голосует остановиться, подвезти. С тех пор никого не вожу. Причем нигде. Ни в России, ни в Беларуси. Нигде. Ну, фобия какая-то развилась, или что? Ну, было крайне неприятно, скажем так, это сидение. Вон, лиса побежала, видите. Ах, все уже, наверное. Вон она, Петрикеевна. Ну, на камеру вы ее не увидите. Засранка, рыжая бестия. Рванула в лес. Ладно, Петрикеевна, тут. Мишку можно встретить, все, мишки должны спать, по идее. В это время еще. Рано им еще просыпаться. Но мяукнуть тут из-за кустов могут запросто. Рано имени Петрикиевна. перед этим была тоже хорошая очень восьмерка но она такая тут запоминающийся тещин язык такой назад даже остановлюсь там мостик деревянный был просто на поздно среагировал и на подъеме весь асфальт в этих ямках как машинами шлифовали там 12-процентный подъем получается откуда мы идем со стороны братска с поворотом там весь асфальт в ямках люди нашли повались ему крутой подымался на километров 35 в час камера разрядилась просто на обратнем пути обязательно покажу а мостик деревянный догадывал щетку из-за часто не удивишь но когда первый раз увидел я тут шоке здесь его и увидел первый раз деревянный мост тут есть так по склону хребта приходится право влево вправо влево такие вот песуги крутить оснать кая пресс очередной хребет впереди сильный не отпустишь такие спуски потом и и ты не выловишь эту машину хорошая звезда вот с этой стороны тоже только что было кто-то тут так топил лед что вытопил даже асфальт резину в хлам стесал больше чем уверен ну тот покруче перед этим который был движение совсем тут слабенькое если так с десяток фуртука встретил ну я вот дровосейки закончились после этой после хребтовой все больше ни одного дровосейка не было правильно там это же другой район усть-кутский мы уже въехали кстати в усть-кутский район здесь свои местные каждый наш район конечно по районам тут листырят или билят короче вывозят ну такая не скучная дорожка да согласитесь еще один мастикой тормозим алексей николаевич он походу хотя не деревянный но вельмедренный нет деревянный ого наверное если на большой скорости влетишь то все продыряешь его к чертовой матери смотри что делается вот это прикол да пробьешь его насквозь и прямо туда в эту речку и вернешь ну или оторвешь себе так точно все на свете хороший мостик ну это же сейчас будет деревню заедем и потом вот туда между всех хребтов посудимся один слева другой справа деревня как живая а я наверное хочу не живая вот такая большая деревня плача тихо в ст ункок болсалит что зла на как называется сейчас побачим кайбонов симпатичная речушка ректа река кута или кута кута скорее всего и деревянный и то хорошо кафе дорожник народ обедает 2 часа дня ой не 2 час раз время обеда и 70 километров так получается мы в 2 будем на месте я думаю что все будет хорошо позвоним там телефон контактный есть я тишь может нас и раньше выкинуть часть домов развалена часть совсем развалена часть заколочена живые тоже попадаются в не очень правильно мы сейчас вот так вдоль речки и будем ехать речка будет справа и там потом пока в лену не упрямся лену мы не переедем левом лена у нас будет справа лену переезжаешь это если дальше туда если хочется больше экстрима и адреналина то дальше куда на северобайкальск магистральный в те края вот тут тоже берега хорошие машину поставил спиннинг зубы и пошел чик-чик пока на обед словил поехал довольный ждем ждем весны и лето обязательно будем этим делом заниматься ну стараться будем выискивать на этот момент время вот железа куда гнали тоже им тут по этим хребтам ползу да поэтому это ж бам будет у нас с правой стороны байкало-амульская магистраль ползать им здесь по этим горам на этих паровозах работенка не из легких салам алейкум молчит не разговаривает везут 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 еще надо все везут туда везут обратно везут разъезжаем сюда но не больше по прямой конечно что мы тут лево-право лево-право не как-то ровнее но тоже виляют добра сейчас назад вернемся тоже вот на эти хребты на поднять этот состав это сколько здоровья надо скалистый ручей аверин в честь максима верен чем уже обогнали я не ошибаюсь мы должны переехать железную дорогу может быть хотя нет наверное скорее всего нет так у нас и останется вот река железка и мы ее так вот справа хребет слева хребет и вот втроем поместились так сказать мы этого братана которого обогнали будем да я слышу тебя вижу не надо то или так здорово что здорово которого мы догнали вот приходится пропускать понесся красавчик что-то такой похожи пустые вагоны нет то он лихо идет а может и груженые все закончился я сгорел что железка переедет вот помнят еще мозги не все атрофировались будем ждать пока до усть кута доедет они еще один он чешет навстречу короче прилипли мы тут не по-детски сейчас этот проект туда сюда сюда ездить мы будем тут стоять ждать посмотрим это гружен или пустой но у того вагоны пустые были вот именно такие вот насыпные салют может и пустые не видно нифига и и Субтитры подогнал «Симон»